всем привет небольшое видео приехала очень интересная бритва ну и небольшой ножик такой скажем так бритвой занимаясь полдня решил снять пока на в первоначальном виде вообще с ней ничего ну почистил единственное что сейчас постараюсь поближе снять крайне редкие экземпляры у нас b3 198 b3 вообще-то компания города тьерр франция b3 блонд или бланда я точно не помню могу в описании дать ссылку очень интересно нас прежде всего тем что здесь цветной металл то есть идет получше показать если в основном делались фреймбеки это двойная скажем так из более мягкой стали или из той же но не закаленной двойная скажем так часть и в нее уже непосредственно в прессованный лезвие то здесь идет полностью клинок каленый и сверху идет уже скажем так оковка не знаю платун бронза сложно точно сказать бритва 6 восьмых год почистил если тут есть следы такие где-то времени вот между границей желтого металла и вот это то что на лезвие то родное скажем так заводское присутствует микро микро следы мелкие сложно наверно показать но вот они там матовые есть бритва не шлифовалась она была почищена год 1895 для своих лет тут все оригинальная очень интересная ручка ну не знаю тут передать цвет еще сейчас темно дождь идет очень сложно считается очень и очень редкими и качественными бритвами единственное что найти их практически невозможно это так по случаю досталось скажем так очень интересный такой древний старинный комплект кому будет интересно сейчас попробую показать на коробочке 1r 198 супериорс гарантии кстати вот этот вот значок очень похож на то что было начали шули из предыдущего видео с бритвами точнее из пред предыдущего ее забрали человек очень доволен также француз был там полу почти как клин скажем так еще интересно тем что здесь идет сразу небольшая правка похоже она тут в пасте или она от времени уже присутствует также клейма на рукояти нафиг увидишь одно в основании потом второе здесь единственное что могу разобрать 7 72 50 4 цифры само клеймо сложно разобрать и с обратной стороны есть что-то но тут и лак уже отошел и скажем так изделию лет черти сколько такая вот компактная правочка дорожный больше вариант опять же к вопросу о размерах ремней и правок при желании для бритья можно использовать какой-то минимальный набор выглядело это соответственно вот так все это закрывается здесь скорее всего находилась паста но она не сохранилась может выпало не знаю и все это закрывается на такие маленькие замочки чем изделие конечно крайне интересное займусь сейчас его заточкой доводкой потому что и так пол дня с ним ложусь но и очень забавный экземпляр приехал от фирмы р фирма известна тем что она производила как оружие так и в основном известны тем что более опасные клинковые бритвы вот такой вот веселый ножичек с наборной рукоятью монтаж стяжной там тоже видно латунная стяжка соответственно тыльник из алюминия вот такая вот веселая наборная композиция больстер такой или как его больстер маленький в виде с небольшим упором здесь надпись эрн золинген джермани с обратной стороны меч и корона турец кривая турецкая сабля и корона скорее всего тех же лет что и бритвы с данным логотипом я вот точно по годам не скажу довольно старый также его надо заточить маленький экземпляр не знаю в принципе опять в кучу все это складывать но если кого-то заинтересует что-то пишите на почту сейчас буду заниматься бритвой нож просто очень порадовал именно своей веселой такой расцветкой ну и вообще изделия крайне редко встречающиеся но опять же повторюсь здесь очень интересно несколько раз всего встречал подобного плана бритвы с латунным желтым металлом все грани целые опять же повторюсь 6 восьмых очень и очень интересный экземпляр по цене конечно он не будет дешевым опять же кого заинтересует напишет соответственно или цену установлю ну пока только так по кромке немножко попробовал по стали очень меня это все порадовало ну буду заниматься а там может кому было интересно вот такие экземпляры попадаются периодически еще история не все съела так что в полном комплекте скажем так всем удачи всем пока 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 пока